Снова о глобальной заднице для бывшей Украины и ловушке для России. Коротко. Статья на Конте за 4 марта 2020 года. Константин Мочер. При невыполнении Киева минских договоренностей начнется и выдача российских паспортов жителям всех остальных областей страны и переформатирование бывшей Украины уже без участия Киева. Короткая версия о ранее уже показываемой статьи. Огромные проблемы с присоединением бывшей Украины придется решать России. Это и куча необандерцев и просто бандитов. И внешний долг около 80 миллиардов долларов. И серьезная деноцификация и раззомбирование населения. В конец добитая экономика и все разворованное. Но главное почти полная до 90% изношенность тысяч километров канализационных, водяных и газовых труб, как бы асфальтированных дорог, высоковольтных и других электропроводов, тысячи и тысячи единиц электро и другого оборудования. И почти полный износ производственных мощностей, домен, кранов и станов и т.д. Отсутствие вагонов, электровозов, другого оборудования, компьютеров и т.д. для ЖД в школах, больницах, учреждениях. А ведь на ремонт этого надо было ежегодно выделять деньги, исчисляемые не одним процентом ВВП, чтобы однажды водяные, канализационные и газовые трубы не отказались сдержать давление, чтобы не взрывались АЭС, не прорывались дамбы. Но с 1991 денег почти не выделяли. Местные царьки набивали карманы. Если дороги сначала хоть как-то ремонтировали, то трубы в земле чинили лишь при авариях. Не закупили остро необходимые тысячи электровозов и десятки тысяч вагонов. Единственный мировой аэропорт в Донецке. И тот раздолбили. И приближается глобальная задница. Кстати, есть точка зрения, что все запланировали как ловушку для России. Однако бывает и контр-ловушка. Как я уже писал в статье, США с Дору заплатили 5 миллиардов, чтобы вернуть России не только Крым, но и всю бывшую Украину. Ловушку используем полностью, если все продумать. Ведь по логике событий и стратегическим целям России, наши и исконные земли, и люди будут возвращены в самое благоприятное время и наилучшим способом. Как это было в Крыму, Сирии, с Турцией. Хотя за три года госдолг вырос, но решение о выдаче паспортов жителям Донбасса и обещание остальных областей присоединению только поможет. После выполнения, если не Киевом, то ЛДНР минских договоренностей переформатирования в новое конфедеративное государство. Да, огромнейшие расходы для превращения в нормальные российские регионы. Но это Крым из-за угрозы размещения баз ВВС и ВМФ США надо было срочно. Остальные регионы разнесут во времени, да еще с учетом девяти профитов от присоединения. Если вам понравилась аннотация к основной статье, перейдите по ссылочке и прочитайте полную версию. Константин Мочер. Снова о глобальной заднице для бывшей Украины и ловушке для России. Продолжение следует...